Ах, черт, мы снова идем. В конце прошлого эпизода нужно удовлетворить это рвение, иначе оно перерастет в ужас, а ужасы нам не нужны. У нас таких штуки две уже есть. Это не может меня немного огорчать, потому как ужасы это такие себе вещи. Старые камни какие-то есть. Здесь в городе есть собор, который когда-то был посвящен Святому Петру Ключнику. 200 лет назад он сгорел. В том самом пожаре мне попадались сведения, что собор был втайне посвящен Святой Искре. Возможно причина в том, после восстановления здания король неохотно признал, что Святому Петру не следует доверять ключей. Этот собор тоже когда-то был посвящен Святому Петру. Окей, здесь у нас экзальтация. По экзальтации ничего мы внести не можем. Залитая лунным светом дорога. Так, давайте назначение в тихий приход. По способности мы закинем... Что если здоровье? Святая Агнеса привела меня сюда с великой целью. Я не просто буду открывать дверь и я стану дверью. Добавьте знания. А у меня знания нет. Секрет мастера замков. Рвение я могу добавить. И даже секрет мастера замков могу добавить. Дожидаясь начала, мое опасство перешептывается и отзвуки слов, подобные крыльям, где-то на вышине колышутся на ветру ветвям. Колышущимся на ветру ветвям. Я поднимаюсь на кафедру и диакон с ризничим провожают меня взглядами. В их лицах я различаю нечто неожиданное. Гордость? Давайте попробуем. Так, в изучение мы закинем... Мы закинем в изучение... А ничего, мы не закинем в изучение, потому что... Потому что... Нужно было здоровье закидывать, чтобы стойкость улучшить со стойкостью. А здоровье закинулся. Да, посмотрим, что это нам принесет. Так. Посмотрим, какой сон у нас будет. Это тоже важно. Взъерошенные ветром поля, мерцание реки, звенящий холодок. Холодок какой. Денежки изучать нельзя. А, кстати, жаль, что их нельзя изучать. Секунду. Что такое? Кто пришел? Наши духовные рвения вызывают пересуды. Ой-ой-ой, тоже мне. Так. Сегодня он посвящен уже другому святому. Возможно, новый епископ хотел стереть память камней, но камни все помнят. Вот знак окруженного лучами солнца. Вот спрятавшийся под купелью узел. А вот в окне за алтарем их видно лишь на рассвете 7 раскрытых будто бутонных цветов ключей. Неортодоксальная церковь. Здесь даже воскресные утренние службы имеют свои странности. Но чужаки, как правило, этого не замечают. А на церемонии, которые проводятся в более поздние часы, чужакам не попасть. Средства. Ну, за бабки зайти к вам, да? Ясно. Ну, давайте. Не все двери суть ран... Что, блядь? Не все двери суть раны. Однако, каждая рана есть дверь. Эти стены видели много ран и много дверей. Правильные материалы помогут нам смягчить воздух там, где он когда-то открывался. Ну, конечно, правильные материалы, видимо, нет. Любую рану и воздух сгладят. Еще бы. Когда дело заходит за бабки, никто не откажется. Правильно я понимаю в этой игре? Так, проблеск получили. В витринах невозможного музея я раз за разом вижу белое, как снег, и твердое, как мрамор, яблоко. Золотого жука в строгой коробочке, застенчивый геометрический объект, ожидающий моего прикосновения. Черный конверт, из которого рвется наружу весна. Медную ложу для измерительных приборов. Бурю в жестянке. Я всегда просыпаюсь, не успев добраться до конца прохода. Нам нужно денежку сюда положить. Погнали, безмятежность искать. Погнали, безмятежность искать. Так, если у нас есть проблеск по эмоциям, мы можем сюда закинуть эмоции. Правильно я понимаю? Воздушная рябь. Хорошо. Дьякон и резничий пришли со мной поговорить. Они привели с собой гостя. Я не знаю этого человека, но он опускается передо мной на одно колено. Теперь все трое склоняются передо мной. Чего? Вы чё, ребят? Я простой священник. Пока что. Провести службу. Моё сердце есть перекрёсток моей крови. Мой язык есть заострённое пламя. Порой я вижу в витражах то, чего нет. Серая кобыла. Расколотое дерево. Двухголовая змея. Я заканчиваю проповедь, и мои слушатели встают, топая ногами и неодобрительно покрикивая. Ну их глаза, их рты стали дверьми. На глазах у всей церкви резничий берёт меня за руку своими иссохшими ладонями. В его глазах стоят слёзы. Мы так долго ждали, шепчет он. Так, хорошо. Секрет мастера замков. Чего мне с ним делать, с этим мастером замков? Здоровье. Здоровье к здоровью. Здоровье у меня одно, и 60 секунд он восстанавливаться будет. Давайте назначение в тихий приход. Давайте я разум сюда закину. Моя проповедь будет подготовлена заранее. Если так. Нет, пока без. Пока денежку просто заработаем. Безбятежность пришла, отлично. Это отсюда. О, этот глубочайший покой. Однако в следующий раз лучше воздержаться. Хорошо. Можно СО на богатом воображении? Нет, нельзя. А почему же она мне подсвечивается? Разум не хочу брать, потому что разум какие-то шальные сны подбивает. Сомнительные. Прям очень даже сомнительные. Так, ускользающее воспоминание нужно тоже не потерять и следовать. Может прийти безмятежность. Раны мудрости. Сегодня в этой церкви не закроется ни одна дверь. Не будет таких замков, для которых нужны ключи. И каждое сердце будет раскрыто. Легкий дефект. Чего за дефект? Веревки развязываются, окна распахиваются, замки открываются, словно только что смазанные. Влияние второго порядка, очевидно, для восприимчивых, мгновенно распознается знающими. А мы еще не знающие, мы и невосприимчивые. Может использоваться в некоторых обрядах для призыва подручных. Посвящение новой силе. По щекам резничего. Вновь текут слезы. Мы ждали тебя, Сейнт. ТОВ АС ОВЕ ТАЙНЫХ ВОСТОРГАХ СТРАСТИ. Типа, обучи нас тайным... Научи нас... ТАЙНЫХ... О ТАЙНЫХ ВОСТОРГАХ СТРАСТИ. И мы используем это знание, чтобы... ПРОТАРИТЬ ПУТЬ. Ты наш свет, ты наша граница. Без тебя мы ничто. Веди нас. Орден КРОВАВОЙ ЧАШИ. ОККУЛЬТНОЕ СООБЩЕСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ ТАЙНОМ РОЖДЕНИЯ КРОВИ И ЖЕЛАННИЙ. ОКЕЙ. Такое у нас уже было. Для начала вот это. Это наш неофит. РУЛС. ОДАТЬСЯ ВОСПОМИНАНИЯМ ОГОНЬ. РУЛС. ХИТРОУМНО, НО ВАМ ОНА ВЕРНА. ОККУЛЬТНОЕ СООБЩЕНИЯ. Это хорошо. Так, РУС. Беседа о важном в переговорном зале полном дыма. Что мне нужно от последователя? Бабки нужны. Нет? Это я отдам бабки или мне нужны бабки? Я не понимаю. Добавьте свой культ, чтобы отправить последователя по делам культа. Мой неофит вряд ли похитит жертвы. Здесь можно надеяться только на удачу. Сейчас мы решим. Разум. Слушайте, давайте я рискну. Дам бабки вот сюда. Может она мне как-то расскажет, как добыть их? Окей. Так. Смотрим. Безмятежность. Эмоции проблеск. Отлично. Проблеск 179. Проблеск 111. Поехали. Погнали. Это что такое? Болезнь мне плохо. Не надо. Скользащие воспоминания. Еще одно. Хорошо. Память подобна лабиринту. И в сердце его лежит сад. Замечательно. Ужас. Еще один. Огонь. Конечно, ты возьмешь ужас у меня. А как иначе? Паства слушается всем вниманием. Сегодня мои слушатели не узнали ничего о тайном учении. Но денежку я заработал. Моя проповедь будет импровизацией. Поехали. Легкий дефект. Окей, сейчас увидим, что будет и как. Легкий дефект. Немножко угаснет. Будет что-то другое. А, он полностью сгорит. Я понял. Да ёп... Твоё налево. Еще один ужас. Это уже плохо. Пожалуй, ничего. Вернуло средство мне. Хорошо. Разговор. Об ужасе нельзя поговорить с тобой. Не могу положить сюда. Так. Где она? Вот. Это похитить человека. Разум. Поехали. Это плохенько. Прям очень плохенько. Давайте. Что делать? Что делать? Долбаные ужасы. Эмоции проблеск. Хорошо. Значит, проблеск раз. Проблеск два. Соединяем вот это и вот это. Огонь. Не дуг. Ясно. Меня слушают, но не слышат. Сочетание разумного подхода с направленными на рассудок учениями и эмоционального с направленными на страстью увеличивает вероятность роста. Секрет мастера замков. Хорошо. О, безмятежность. В некоторые дни лучше, чем в другие. Иногда небо кажется грязной простыней, иногда воды и реки чисты. Это хорошо, что мы получили карточку безмятежности. Забери ее. Вот то, что у нас сейчас не дуг, нет здоровья, не могу отправить сюда пойти поискать что-то. Приобрести вытяжку опиума. И еще одна безмятежность. Отлично. За пределами желания. Можно ли чему-то научиться, удовлетворяя желания? Можно поспать, а не дуге. При наличии необходимых ресурсов, отдых восстановит мои силы. Я так понимаю, вот этих ресурсов. Пошли в приход. Разум. Вперед. Денежку зарабатывать. Денежку зарабатывать срочно надо нам, да. Так, раз безмятежность. Два безмятежность. Великолепно просто. Пожалуй, ничего. А о чем с тобой базарить, Роуз Неофит? Слышишь? Оживленные проспекты днем и облеченные туманами лабиринты ночью. Обыскать город. Иди обыщи город за меня, пока у меня здоровья нет. На обыск города. Окей. Это похоже на просветление проблеск. Это замечательно. Это великолепно. Кажется, мне попалось необычное место. Клуб Эгдизис. Так, давайте вы вот тут будете. Слушай, а иди ищи. Что мне здоровье свое тратить? Иди, и ты быстро ищешь. Так. Проблеск извлеченный урок. Еще раз. Проблеск. Проблеск. Еще один извлеченный урок нужен. Так, тут осталось 9 секунд. Тут 16 безмятежностей. Я надеюсь, что после того, как отчаяние поглотит одну безмятежность и уберет один ужас, эта карточка автоматически сюда придет. Не придет ужас именно, не примагнитится, а уйдет безмятежность. Это что такое? Внимание не того рода. О, господи. Не встретился человек. Не, это не то. Это мне не надо. Спасибо. До свидания. Человеки не того рода пока что не нужны. Ёб твою мать. Отчаяние отступает 5 секунд, безмятежность 3. Оно сейчас прогорит. Как обидно. Ну да. Зато этот сейчас уйдет. Ну конечно. Конечно. Здоровье вернулось. Хорошо. Спим. Здоровье. Может получим безмятежность. Есть шанс. Провести службу пасва слушается всем вниманием. Сегодня мои слушатели не узнали ничего нового о тайном учении. Блин. Главное, что средства капают на самом деле. Это прям огнище. Рвение. Рвения нет. Рвения никаких нет пока что у нас. Путь сердца. Допрашивать, угрожать, развлекать, наставлять, вербовать. Ячейка аспект. Так я не могу. Понял. Договор. Всегда есть кто-то, кто не понимает или понимает слишком хорошо. Вот зачем нужно искать изобличающие меня улики, чтобы предъявить их властям. Ну ты ж собака. Опять пришел. Опять этот усталый детектив. Сучоныш. Вечно ему хочется доколебаться на меня. Сегодня мое собственное сердце бьется сильнее стойкость. Это отлично. Это хорошая карточка. Проблеск, извлеченный урок. Так, теперь мы берем на бок богатое воображение. Проблеск, извлеченный урок раз. Проблеск, извлеченный урок два. И делаем вот так. Тот, кто желает и не действует, плодит в шуму. Хорошо. Что ты хочешь от меня? Что ты ищешь? У меня нет ни мистики, ничего. Так, иди ищи дальше. Я понял. Неофиты нужны не только, чтобы с ними болтать. Они могут еще из-за тебя город исследовать. Это довольно полезная, кстати, штука. Наемник опять. Да не нужен мне наемник. Зачем мне твой наемник? Я с двумя ужасами тут сижу. Окей. Вы открыли дверь, ведущую сюда, и теперь она позади. А я стою перед вами. Однако запомните мои слова. Придет время, когда я откроюсь. И вы пройдете сквозь меня к месту, что выше этого. Чем глубже знание, тем выше шанс экзальтации. Смотрите же, он ломает и сломанное не восстановить. Он открывает человека и открытое не закрыть. Рвение открыл. Так, сразу. Способность. Давайте разум. Давайте рвение. И секрет мастера замков, конечно. Погнали. Хорошо. Кошмар, очищающий рассвет. Я кусок за куском отслаиваю с себя кожу. Подцепляю сухожилие, будто вытягиваю застрявшую между зубом жилку. Моя кожа, подобно изорванному одеялу, солнце вздымается над горизонтом с триумфальным боевым кличем. Свет, точно кислота, льется на мои обнаженные кости. Я проснусь от боли, и кости будут ныть еще много дней. Но солнце успело выжечь на них слова. Энергия сияния есть какая-то. Свет сочится сквозь трещины, мой разум сияет ярче, чем когда-либо. Я возношусь и вижу все больше. Тебя нельзя сюда? Отчаяние. Фиксация. Энергия солнца. Влияние шестого порядка. Ясно. Как бы ясно, но не ясно до конца. Слушай, неофит, ты не хочешь найти мне библиотеку ту лавку, вернее, которая очень даже неплохая? Буйное воображение у меня теперь. Так. Стойкость 113, погнали. Стойкость 113, поехали. Значит, монеты все закончатся опять. Ой, безмятежность пришла. Одиночество в некоторые дни лучше, чем в другие. Иногда небо кажется грязной простыней, иногда воды реки чистой. Очень-очень успешно она сюда прилетела. На самом деле. Пока что я в безопасности. У моих врагов недостаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения. Новых следов им не удалось найти. Вот сиди смирно, не выеживайся. Давай, ищи мне всякие места интересные в городе. Роуз. Я тут занимаюсь своими павствами. Я жрец, в конце концов. Не от слова жрать, а от слова жрец. Какое проверочное слово? Слово жрец. Вряд ли жрать. Кажется, мне впалось необычное место, это хорошо. Экзальтация, это тоже замечательно. Наконец их рвение угасает, что они вынесут из этого учения. Сочетание рвения и знания почти всегда вызывает экзальтацию, но рвение при этом теряется. Так, слышу рвение. А я не могу про свой... А, про орден кровавой чаши не могу, я понял. Эмоции. Поехали, деньги зарабатывать. Давай, необычное место. Аукционный дом Арифламма. Тоже неплохо, но не то пока что. Все не то. Поднимись повыше. Пока что это не то. Так. Давайте поговорим. Церемония у меня нет, облачение. Церемония у меня есть. Облачение. Фиксация. Разум. Эмоции. Разум. Ага. Ну, конечно, не могу. Логично. Просто поговорить про вот это нельзя, да? О, кстати. Порой мои или одолженные у иных ораторов речи выводят слушателей за грани обычного внимания, вызывая у них экзальтацию. Внутренний круг. А ну иди. Вдохновение. Орден Кровавой Чаши. Главное, ужас не принеси. Остальное меня не пугает. Предчувствие и сияние. Окей. Так, иди давай, давай, давай. Вперед. Неофит. Работай. Блин, не знаю, фиксацию сюда засунуть, наверное, такое себе, да? В двери видений широко распахнулись. Капли тьмы может смягчить мой свет. Даже ужас бывает полезен. Нет у меня ужаса. Вдохновение. У прихожанина было видение святой Агнесы Алой. Тем временем паства жертвовала щедро и не только деньги. Уф. Уф. Нормально. Это что такое? Ненасытный прихожанин. Порой религиозное рвение побуждает Мириан взять на себя необычные обязанности. Когда энтузиазм этого человека ослабнет, он вернется к остальной пастве. Куда бы тебя использовать? Надо как-то использовать твои таланты, которым ты хочешь помогать. Слушай, прихожане. А может с тобой просто поговорить? Давай. Объект. Не думаю, что мой неофит может кого-нибудь завлечь. Ты-то ты пока еще и не неофит. Не слишком развитые способности прислужника. Да давай просто поболтаем, типа. Может ты станешь постоянным неофитом. Здоровье, стойкость, свежий воздух и упражнения. Пришлось ненадолго забросить обучение, но теперь я держусь прямо. А теперь сюда стойкость раз, стойкость два, огонь. Красиво. Сон. Здоровье. Причудливые желания. Одержимость. Давай. Глубинные порывы. Посмотрим, что придет. Наемник. Ясно, ничего интересного. Паства слушается всем вниманием. Сегодня мои слушатели не узнали ничего нового о тайном учении. Слышите, ну работа стабильная, типа. Это радует. Я вот это предчувствие сияния никуда засунуть не могу. Я понял. Ну мне нравится, что там этот, как его, короче, патриарх местной церкви одобряет мои учения и прочие вещи, что привел мне даже первого последователя и Орден Кровавой Чаши у нас создан. Беспокойство. Слушай, сюда беспокойство можно засунуть? Нельзя. Ладно. Внутренний круг. Поехали. Погнали, погнали. Мысли. Фиксация. У меня две фиксации уже. Это плохо. Сейчас на чем-то зафиксируемся, еще и помрем от этого случайно. Кто знает эту игру. Так. Это можно стакнуть. У прихожанина было видение святой Агнесы Аллы. Тем временем наша служба привлекла лишнее внимание. Голноша на бабки привлекла. Остальное пока не важно. Что этот усатый детектив сделает? Что он сделает? Ничего он не сделает? Пожалуй, ничего. У вас два человека аж. Оживленные проспекты днем, облеченные туманами лабиринты ночью. Я могу, короче, использовать их. Это как почти последователь. Неофит, но не совсем. Так, слушай, а ну встань обратно. Нет? Нельзя о нем поговорить? О человеке? Мой неофит вряд ли похитит жертву. Ну давай поговорим. Так. Иди туда. Поищи мне что-то в городе. Будь полезен обществу. Теперь я сильнее, чем прежде. Мне удалось подправить здоровье. Но в следующий раз делать это будет сложнее. Навык сильное тело. Мы теперь сильны. Бодры и молоды. Так, секунду. Вот так. Вот так, чтобы красиво все было. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Что исследовать? Можно фиксацию исследовать. Сочетание. Нет сочетаний. Ладно, сейчас разберемся. Ага, одна фиксация ушла сюда. Наемник. Да как вы заколебали с этими наемниками? Эмоций прям край. Хоть отбавляй. Давай, давай, давай. Денежки зарабатываем. О. Сны о дожде. Мне снился дождь. Он шелестел по карнизу. Стучал в окошко, словно старый друг. Проказливо свистел что-то в дымоходе. Правильный дождь почти всегда приносит с собой ощущение счастья. Я получил безмятежность, которой закрою сейчас этот ужас. И это вообще будет очень-очень великолепно. Так, беспокойство во что перейдет? В ужас? Да. А теперь? Нет. Да я понял, что не можешь положить сюда. Уйди. Хм. Сон. Фиксация. Напоминание. Ужас. Двери видений широко распахнулись. Капля тьмы может смягчить мой свет. Даже ужас бывает полезен. Давай, попробуем. Что это будет? Не знаю. Сейчас увидим. Надеюсь, не придет. Там 8 ужасов сразу, с которыми я хрен смогу побороться. Но ужас я убрал, и как минимум он сюда сейчас не придет. А это уже хорошо. Это уже полезно. Ускользающее воспоминание. Сиди пока тут. Окей. Договор. Мне бы, чтобы мои приспешники эти самые нашли новые места в городе, а то они ничего не могут найти. Вообще обнаглели. Разленились. Пожалуй, ничего. Так, если ничего, что-то тогда пыталась даже. Так, окей. Паства слушает. Это отлично. Пусть паства слушает. Пусть паства там денежку донатит на развитие церкви, на развитие культа. Это в смысле? Мне плохо. У нас деньги есть. Давайте здоровье сюда, чтобы получить стойкость. Пожалуй, нет. Иди. Ищи. Интересно, что вот тут будет. Ужас плюс фиксация. Попалось интересное, необычное место. А это уже отлично. Лавка. Лавка. Класс. Стоимость. Ну, понятно. Монетка. Огонь. Наконец-то я эту лавку открыл. Уравновешенность. Воздух застыл. Я снова дома. В этом вульгарном теле. Может, это и к лучшему. Найс. А ускользающее воспоминание может победить фиксацию. Это вообще великолепно. Можно сюда сон закинуть. Нет, нельзя. Почему оно выделяется тогда? Он вечно сбивает меня. Так странно. Окей. Пока идем неплохо. Не сглазить будет. Вот тут, блин. Пока очень даже да. Мне попалось кое-что любопытное. Лавка Морлан. Давай ты вот тут будешь стоять. Рядом со всеми локациями. Победы коронованных. Путанные записи о тайных сектах убийц. Что охотятся на тех, кого считают бессмертными. И поглощают их. Автор некто Арун. Создан в конце 19 века. Огонь. Арун. Сейчас изучать будем это. Ууу. Изучать будем. Мои слушатели меня слушают, но не слышат. Ясно. Как всегда. А ну слушайте меня. Слушайте меня. Слушайте. Сон. Не надо. Так. Для начала. Недуг. Который я закину сюда. Секунду. А где стойкость моя? А. Вот. Сейчас она придет. Свежий воздух и упражнение. Отлично. Значит смотрите. Недуг сюда раз. Стойкость сюда два. Красота. Красота. Мир как он есть. Зеркала спокойные. Солнце не движется. Слава отступает. Мой разум трезв. Словно это. Кого-то волнует. Фиксации не порождают видения. Пока что вы в безопасности. Я могу это изучить? Не могу. Давай победу коронованных. За авторством некоего Аруна. Надеюсь ужас не породит. Разум притуплен еще 41 секунда. Хорошо. А что с вами говорить? Тут ничего полезного не будет. Мне попалось кое-что любопытное. Песни скелетов. Стихотворение об алчном восторге. Возможно Арабелла Даск. Только псевдоним автора. По слухам эта дама была наследницей. А затем стала поэтессой. Дальше. Поехали. Погнали, погнали, погнали. Все у нас неплохо. Можно в быструю пока выйти. Окей. Меня слушают, но не слышат. Заколебали меня слушать и не слышать. Слышите? Твари. Может в здоровье пойти? Орвение? Орвений нет. Здоровье. Секреты. Ага. Не могу я. Так. Давай эмоции закинем. Кое-что любопытное. Сборник стихотворений. Поэт делает себя ясновидцем при помощи мучительного, длительного и систематического приведения в расстройство всех чувств. К счастью, мудрость для этого не нужна. Изучите, чтобы получить урок проблеска, с помощью которого можно развить эмоции. Пока оставлю. Так. Подписчик мне написал, что можно сходить в аукционный дом Арифлама и там могут предложить что-то купить. Не обязательно что-то продавать там. Можно просто пойти и там могут что-то нам интересное предложить. Глянем сейчас. Нетерпеливые лица, сверкающие глаза. Кто предложит цену? Предмет с аукциона можно увидеть справа. Если вы его упустите, он будет утрачен. Навсегда. Вот это? О белизне. Соломон Хашар пишет о долгой, но обреченной любви зимы и солнце. Вероятно, произведение аллегорическое и его эпиграф «Закат в полдень». И что это такое? Что-то что-то крутое прям. Давай, заявка. Я поднимаю руку, а аукционист с криком показывает, что заметил меня. Даст ли кто-то больше? Исцеление здоровья. Хорошо. Так, есть. Погнали. Ты куда там ходишь? А, он за мистикой пошел. Твореныш. Гадюка мелкая. Образованность аруны вызывает вопросы. Но, пишет он, она емкая и по существу. Среди описаний случаев внезапной и насильственной смерти, то и дело попадаются философские изречения. Часы не видят снов, вечные же стараются их не видеть. Тайна ножа. Наши предки ковали мечи и изучали боевые настроения. Сыпали проклятиями накануне битвы. И все эти действия были упорядочены схожим образом. Используйте в обряде вместе с трупом и силой зимы, чтобы оживить труп. Что? Оживить труп? Прилюдное обсуждение незримых искусств привлечет внимание. Быть может, это мне и нужно. А, ну давайте. Глянем. Может, привлеку каких-то неофитов себе еще? А, да, все, мистика сюда ушла. Понятно. Я думаю, это сборник стихотворений на самом деле продать. Он... Я проблески так могу получить. Типа ничего страшного не произойдет. А вот песни скелетов... Огонь. В обведении Арабелла рассказывает, что в книге должны были присутствовать иллюстрации, но бюро умолчания запретило их использовать. Она дает читателю понять, что иллюстрации все же существуют. Сама книга посвящена сэру Персивалю из Алого Кубка. Ну какой? Ну какой Персиваль? Так, сон. Давай здоровье. Здоровый сон. Аукционист записывает мое имя и дает мне сигнал кому-то из... И дает сигнал кому-то из помощников. Лот достался мне, надеюсь, оно того стоило. Хорошо. Аукционный дом и вот это сюда. Эта диковина наверняка что-то стоит, но что-то определенное сказать трудно. Погнали, может кто-то купит ее хотя бы за ту же одну монету. Давай, сохраняшка, проходи. Так. Меня слушают, но не слышат. Я понял. Погнали проповедовать дальше. Эмоции. Стак. Хорошо. Все остались равнодушны. Аукционист опускает свой молоточек. Моя вещь все же продалась, но сумма так смехотворно мала, что ее даже глупо указывать. Погоди, мне хотя бы монету дадут. Знакомый, идем со мной. Слышь, знакомый. А, это мы пошли, это мы говорили об этом, об этой тайне, как воскресить труп. 26 дивных плодов, 7 кар, 9 садов, 4 сожаления. Алый секрет. Окей. О белизне. Читатель, внимательно изучивший этот труд, решит, что он посвящен теории эстетики или же являются сборником предупреждения об опасностях рисования. Погнали. Долбанная фиксация. Что ж ты пришла сюда? Аукционист опускает свой молоточек. Понятно. А, я даже монету не отбил. Нормально, ясно, понято, принято, хорошо. Есть, курить, как говорится. Так, ждем этого знакомого и будем заканчивать эпизод. Учение. Алый секрет могу. Про алый секрет вам рассказать. Ребят, хотите про алый секрет узнать? Погнали, про алый секрет рассказывать буду. Внутренний круг. Давайте свои монеты. Мне попалось кое-что любопытное. Де Хуэрис книга 1. Написано на латыни. Выполнено в 19 веке переиздание латинского перевода 14 века. Трактата 4 века. Понял. Для этого латынь нужно знать, поэтому ты пока сюда идешь. И дожидаешься лучших времен. Так, знакомый. Давай, мозг не еби. Показывайся. Сейчас там... А это усатый детектив. Ха. Идем со мной. Тайна ножа, мистика. Лейдлоу знакомый. Ясно. Мы из тебя неофита сделаем. Тайну ножа мою не трогайте. У прихожанина было видение святой Агнесы Аллы. И тем временем паства жертвовала щедро и не только деньги. Это прям великолепно. Это прям супер. Это прям огнище. Хорошо идем. Хорошо идем. Побороли ужасы. Деньги зарабатываем. Все прекрасно. Надеюсь, не помрем. Все, на что я надеюсь, что мы за жреца не помрем. И продвинемся дальше, чем в предыдущих эпизодах. А на сегодня, пожалуй, закончим. И благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующей серии прохождения симулятора культиста. И в других играх всех обнял.